Программа предназначена для аудитории от 16 лет. Продолжается программа «Дневной разворот». Здесь в студии Александр Асохин и Светлана Занько. Ну и давайте завершим всё-таки первую тему, подведём итоги опроса на нашем сайте хакирова.ру, в нашей группе ВКонтакте. Да, мы говорили о разрушившемся под порывом ветра объекте Новоровского 100А. Напомню, там пытались построить, и пытаются, и продолжают пытаться построить спортивный объект, который полностью был снесён ветром, который дул со скоростью 18 метров в секунду. До 18. До 18 метров в секунду. Мы вас спрашивали, что с ним делать, с этим объектом. На сайте хакирова.ру 91% говорят, что надо снести и разбить там сквер, как и было раньше. 5,5% говорят, что оставить в нынешнем виде как памятник горе-строителям и горе-чиновникам. Надо достроить, говорят, 3,7%. Надо достроить, говорят, 12% ВКонтакте, а 18,5% за вариант. Оставить в нынешнем виде как памятник горе-строителям, горе-чиновникам. И 70% практически большинство выступают за то, что нужно снести этот спорткомплекс, не достроившийся ещё, и разбить там сквер. Да, ну вот, кстати говоря, наши коллеги с портала Киров.ру, которых мы сегодня тоже к эфиру привлекали, слушали наших экспертов и свидетелей самого инцидента, жителей этого микрорайона, которые сообщили, что вчера же, уже в тот момент, когда только выезжала комиссия прокурорская на этот объект, подрядчики пытались восстанавливать стены, складывать опять вот эти пеноблоки и как-то их там лепить. Они сейчас прямо сообщили нам в Фейсбуке, что едут уже на объект, чтобы посмотреть, что там происходит прямо сейчас. Ну что, я думаю, мы эту тему будем, конечно же, ещё мониторить и на нашем сайте, и в нашем эфире новости по этой теме появятся и сегодня в том числе. Ну, а мы переходим ко второй теме, теме уже от спорта, такого плачевного спорта, к поддержке родителям. Правительство области пообещало родителям детей до трёх лет ежемесячную выплату в пять тысяч рублей. Коснётся это только родителей тех детей, у кого уже второй ребёнок, грубо говоря. И в том числе, которые родятся после 31 августа 2017 года. Только после 31 августа 2017 года. И таким образом первые выплаты кировчане смогут получить не раньше 2019 года. Это всё меры по стимулированию рождаемости в нашем регионе. На 19% отмечают в правительстве идёт снижение рождаемости. В том числе, вот из-за демографической ямы, как всегда, на неё указывают. Представитель этой ямы, вот тут сидит в нашей студии, Александр Рассухин, не родивший ещё пока ни одного ребёнка. Ну что, будем мы звонить сегодня и спрашивать мнение, необходима эта мера поддержки, либо она ни к чему, или, может быть, действительно остро стоит проблема, и это поможет повысить рождаемость. Это основной вопрос. Вот смотрите, давайте ещё раз. Власти региона разрабатывают меры для повышения рождаемости среди жителей региона. Я вот цитирую пока по сайту «Комсомольской правды». Там Дмитрий Александрович Курдём выдавал интервью. Мы его тоже пытались подключить, но он сказал, что от него сказали, что он уже всё сказал. Мы поэтому цитируем то, что увидим в СМИ. Значит, чтобы нивелировать последствия демографической ямы, нужно поддержать желающих родить второго ребёнка. Что он говорит, Дмитрий Курдёмов? Мы обсуждали с губернатором, и сейчас прорабатываем с Минфином возможность выплаты дополнительных средств родителям детей в возрасте от полутора до трёх лет, рождённых после 31 августа 2017 года. И, скорее всего, это будет подтверждено. Я так понимаю, что социальный наш блок считает, именно что эти деньги будут стимулировать рождаемость в регионе. Вот насколько будут или не будут, как вы сейчас ощущаете, мы, собственно, в этом вопросе будем разбираться в течение часа. На связи у нас Владимир Шабардин. Да. Владимир Шабардин, уполномоченный по правам ребёнка в Кировской области. Владимир Валерьевич, добрый день. Здравствуйте. Добрый день. Я правильно понимаю, что вы присутствовали на встрече с господином Васильевым, вместе с Дмитрием Курдюмовым, где обсуждался вопрос о применении вот этой меры стимулирования рождаемости с оплатой 5000 рублей ежемесячно? Вопрос этот поднимался при представлении ежегодного доклада губернатору. В рамках проблемы вообще с обеспечением местами в детских садах и всё, что касается у нас детей дошкольного возраста. Ваш доклад ежегодный? Да. То есть вот тогда Дмитрий Александрович озвучил предложение, которое сейчас уже вынесено в открытое... То есть это его предложение было? Да. Да. То есть это меры, которые могли бы быть направлены в том числе на повышение рождаемости и на помощь родителям, которые берут на себя смелость, ответственность заводить вторых детей. Какие у нас сейчас меры существуют для поддержки родителей, которые решают второго ребёнка завести? Ну, у нас вообще в последние годы больше мер было направлено на третьего, четвёртого. Это материнство стало региональной. А вот эта тема всё-таки введения дополнительных компенсаций родителей, которые, ну, в первую очередь, наверное, мамам, которые хотели бы выйти на работу раньше, да, она сейчас рассматривается вот на этом уровне впервые серьёзно. Я не очень поняла. Извините, пожалуйста, Владимир Валерьевич, что значит мамам, которые хотят выйти? Мы так поняли, что пять тысяч как раз будут заплачивать за то, что она будет сидеть дома с ребёнком, раз садика не хватает. Нет, Зветлана, значит, речь идёт о том, что, я сказал, что один из моментов, смотрите, раз садика не хватает государственного, там написано при условии необеспечения местами в дошкольных образовательных администрациях государственных. При этом, вот многие мамы, которые приходят к нам, говорили о том, что если была бы какая-то компенсация, то они готовы уделять квалификацию, выходить на работу раньше. И, ну, приводили вот расчёты, что в государственном детском саду на питание ежемесячно всё равно родители платят порядка двух с половиной тысяч рублей. То есть, если мы добавляем пять тысяч рублей предполагаемых, то получается в месяц семь с половиной, а услуги по уходу и присмотру вне государственных образовательных организаций начинаются сейчас, смотрели, от девяти тысяч рублей. Конечно, есть детские сады, которые будут и 15 тысяч рублей, и выше, но есть вот от девяти. Вот в этом случае мамы говорили, что мы готовы были бы рассматривать варианты негосударственных образовательных организаций. То есть, вот таким образом можно было бы напряжённость частичная снять и вместе с этим развивать в том числе сектор негосударственных дошкольных организаций. Да, Владимир Валерьевич, вопрос такой. Подсчитывалось ли, какое количество женщин фертильного возраста имеется в нашем регионе сейчас и какие суммы в принципе могли бы быть потрачены? Ну, это вопрос, я думаю, что лучше адресовать Дмитрию Александровичу. Но когда предложение последовало, там были какие-то обоснования? Или это просто как идея? Нет, это как идея. Поэтому вот сейчас неизвестный общий объём планируемых средств и из чего они исходили. Как вы считаете, нужно ли вводить какие-то гарантии? Потому что, если сейчас это будет заявлено как предвыборная просто какая-то интересная такая идея, вдруг все пойдут рожать. Но вы же знаете, как у нас бывает. У нас вот эти дотации всякие, социальные, снимаются на раз. Светлана, я в данной ситуации за всё правительство отвечать не могу. Но я считаю, что если что-то заявляют, то это должно выполняться. Но по вашему мнению это действенная мера? То есть она действительно будет стимулировать к тому, чтобы люди рождали и увеличилась рождаемость? Я не думаю, что это будет определяющим моментом при решении семьи завести второго ребёнка. Но я считаю, что любые меры поддержки семей, они имеют место быть и должны быть. И всё-таки опять же по статистике семья, которая заводит второго ребёнка, то есть часть этих семей решается потом на третьего, на четвёртого и так далее. А семья с одним ребёнком, зачастую они говорят, всё, мы на этом останавливаемся. Понятно, спасибо большое. Владимир Шамардин, уполномоченный по правам ребёнка в Кировской области. Мы сейчас прервёмся на полминуты, после чего продолжим процесс обсуждения вот этой идеи, да, это ещё только идея. Она только прорабатывается. Выплаты пяти тысяч рублей мамам, как сказал всё-таки Владимир Валерьевич, это на мам рассчитано, мамам, имеющих ребёнка от полутора до трёх лет, второго ребёнка, второго ребёнка, рождённого после 31 августа 2017 года. Программа предназначена для аудитории от 16 лет. Продолжается программа «Дневной разворот». Правительство области пообещало. Вот теперь мы уже поняли, что это не совсем так, Саш. Не пообещало родителям детей до трёх лет ежемесячную выплату в пять тысяч рублей, а ещё только рассматривается как идея, как идея. Мы вам обещаем, что мы примем это, а пока мы сейчас рассматриваем. Ну, это же казуистика всё. Не знаю. Ну, вот нам сейчас Владимир Валерьевич Шабардин, уполномоченный по праву ребёнка, сказал, что только озвучено было как идея с целью стимулировать женщин 90-х годов, твоих ровесниц, Саша, рождать второго ребёнка. И мы хотим узнать у женщин, у которых есть дети уже, может быть, два и три, что их стимулировало, почему они рождали второго и третьего ребёнка и считают ли они вот эту меру действительно действенной, если она будет введена. И у нас на линии сейчас Алена Чеснокова, председатель Ассоциации защиты прав многодетных семей Кировской области эксперт ОНФ. Алена, здравствуйте. Здравствуйте. Алена, очень плохо вас слышно. Вот надо приёмник выключить. А у меня вообще нет приёмника здесь. А к телефону приблизиться. Что-то у нас сегодня со связью второй час подряд. Очень плохо слышно спикеров. Ну давайте попробуем. Вы, Алена, в теме. Вы знаете, что правительство рассматривает идею о ежемесячной выплате в 5000 рублей мамам, которые решились родить второго ребёнка после 31 августа 2017 года. Считаете ли вы эту меру действенной? Меры действенной именно в отношении увеличения рождаемости я считаю, что нет. Сама идея, конечно, хорошая. Но опять же, чем виноваты дети первые или там третьи или пятые или какие-то другие? Почему именно второй ребёнок? Ведь рождаемость у нас и один ребёнок и пять детей это всё у нас увеличение рождаемости. Алёна, а вот Владимир Шабардин сказал, вот он ответил на ваш вопрос, он сказал, что семьи, которые рождают второго ребёнка, они потом, может быть, даже и не останавливаются. Они готовы пойти и на третьего, и на четвёртого. А вот те, которые на первом останавливаются, могут там и застрять. Вы можете оценить эту ситуацию как многодетная мама? Ну, я всех детей ржала осознанно. То есть у меня не было такого, что я родила первого и там пошла на второго, на третьего там уже как-то по-другому. Нет. И я считаю большой глупостью, если мать ради пособия в 5 тысяч рублей, с которого потом ещё, между прочим, снимут 13%, как это у нас сейчас. Ведь у нас есть пособие для малообеспеченных семей, которые не получили место в детском СИЗО. То есть они вот эти полтора года они будут получать это пособие. Ребёнку исполнится три года. Стадик ему не дадут и мама ни на работу не сможет пойти и при этом она не будет не получать абсолютно ничего, ни вообще никакой выплаты. Тогда либо надо эту выплату. Ага, продолжайте. Тогда эту выплату нужно уже выдавать до момента получения ребёнка места в детском саду и не обязательно именно только второго. У нас ведь изначально тоже вот это пособие, которое сейчас платится две с половиной тысячи, оно рассчитывано было на всех. Потом это плавно перешло в малообеспеченных. И каждый год нам говорят ой, наверное, мы это всё закроем. Область ведь это финансирование прекратила давать. Это только город сейчас оплачивает. То есть у города тоже вот там они теплятся, там дают вот эти деньги. А в следующем году не будет вообще никаких и они прикроют это всё. Есть такие опасения. Алёна, скажите, пожалуйста, вот 4 тысячи 350 рублей, если мы вычтем 13 процентов из 5 тысяч, получается 4 тысячи 350 рублей. На что хватает? Ну вот у вас есть ребёнок, вам дают такую дотацию 4 тысячи 350 рублей. Ребёнок от полутора до трёх лет. Ну вот смотрите, если даже брать частный детский сад, то это в самом лучшем случае, если брать самую-самую дешёвую частную группу, то это пол цены. То есть та мама, которая сидит, ну грубо говоря, с двумя детьми и работает один папа, ну ещё искать там 5 тысяч, это тоже существенная сумма. то есть она должна первого ребёнка там куда-то устроить, ну это же у нас бесплатное сейчас не образование, не медицина, у нас сейчас так только условное это всё. То есть на второго ребёнка, она чтобы отдать в частный детский сад, она должна взять вот это пособие и плюс ещё столько же вложить. Не у каждого есть такая возможность. И у нас ведь, чтобы поднимать демографию, я считаю, что руководство должно в первую очередь заботиться о своих гражданах. Каким образом? Можете вообще не давать никаких пособий, но при этом человек должен знать, что он в своё время, когда ему положено, он отправит ребёнка в детский сад, его ребёнок попадёт в школу, он сможет взять какую-то льготную ипотеку под жильё, чтобы получить свои жилищные условия и чтобы у него была гарантированная работа. Но, к сожалению, сейчас это у нас всё очень такими вилами на воде писано и всё под очень большим вопросом и сомнением. То есть у людей нет уверенности в завтрашнем дне и только поэтому у нас не растёт демография. Понятно. Алёна, а вот в таком случае на 19% снизилась рождаемость по сравнению с прошлым годом. Вы, как мама нескольких детей, ваше мнение, что может увеличить рождаемость? Какие меры правительства... дать работу, дать садики, дать школы, дать уверенность в будущем? Это понятно. А вот если меры именно сейчас принимаются, то есть может ли какой-либо документ... Какие-то механизмы, документы, обещания. Да, у нас одни обещания. Вот нужно в реальном времени, реальными действиями добиваться того, чтобы не было поборов в садиках и в школах, а не просто так, да-да-да, это все неправильно, так не должно быть, но при этом ничего не делать. Ну, в общем, системно решать проблему. Потому что у нас родители все это тянут на своих плечах. Последний вопрос, Ален, вы говорили с самого начала, когда я вас спрашивала, что вас стимулировало все-таки, несмотря на обстоятельства, в которых мы сейчас живем все, рожать детей. И вы говорили, что пошли осознанно и на первого, и на второго, и на третьего, да? Что значит это пошло осознанно? Ну, я рассчитываю на свои, прежде всего, силы. Я не надеюсь, что у меня будет пособие там, ну, честно говоря, пособие на ребенка, который, ну, вот хорошо, да, сейчас есть пособие для родивших третьего ребенка и последующих детей, там, семь с половиной тысяч, да, это огромная поддержка. Но в три года, извините меня, дети, они никуда не деваются. И с того уровня жизни, ну, то есть, если бы вот я, например, решилась там на следующего ребенка, то у меня прежние это дети никуда не делись, а пособие-то у меня не выросло. Если у меня ребенок с трех до семи лет получает пособие 202 рубля, на что можно его потратить? Куда оно? Для каких целей? Только чтобы галочку подставить, что да, у нас это пособие есть, при этом, опять же, оно дается только малообеспеченным. Пособие на школьника многодетным семьям, которое по указу президента еще от 92-го года должны быть бесплатные там и форма должна предоставляться и бесплатный проезд. У нас ведь ничего этого нет. И компенсация в 330 рубля, это вообще смешно. Понятно. То есть, никакой вот такой вот официальной заботы нет. Я говорю, что вот эти пособия можно вообще не давать, но вы сделаете реальную помощь в натуральном виде. люди будут рожать и по 5 детей, и по 10 детей, но они будут уверены, что если у них случится какая-то там авральная ситуация, государство им всегда поможет. У нас сколько семей, дома сгорели в пожаре. Кому, кто помог? Только друзья и родственники. Государство умывает руки, говорит, у нас там нет ни маневренного фонда, все забито, у нас нет там ни социального жилья, у нас нет ничего. Алена, спасибо большое. Спасибо. Алена Чеснокова, председатель Ассоциации защиты прав многодетных семей Кировской области. Ну вот общий вывод, который можно сделать, наверное, из выступления Алены, что в целом нет уверенности в завтрашнем дне. Они не понимают, родители, что системно поддерживают государство, а не точечными какими-то вот такими решениями. И такие меры не решают проблему в общем и целом. Да. 211-101, номер телефона прямого эфира. Эфира, пожалуйста, рассказывайте, как вы решились на второго ребенка или, может быть, на третьего или четвертого, или что вас останавливает. И считаете ли вы, что вот эта идея, которую мы сегодня обсуждаем, о выплате в 5000 рублей матерям, которые родили второго ребенка, и ему теперь от полутора до трех лет, будет действенной мерой для стимуляции рождаемости в нашем регионе. 211-101, и слушательница у нас уже на линии. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Представьтесь, пожалуйста. Меня зовут Ольга. Я работаю в продаже, в торговле. В торговле. Оль, сколько у вас детей? У меня сейчас двое. А сколько лет? Они в погодке. Ага. Одной полтора, другой три года. Полтора и три года. А они у вас дома, они дома сидят с вами? Да, да. Так, а трехлетке вам уже удалось получить садик? О, счастье, с нами это случилось. Да, и с августа мы пойдем в садик бесплатный, и не будем ходить в частный садик. А вы ходили в частный? Да, безусловно. А была проблема какая-то именно с получением места в детском саду? Ну, конечно, сейчас, так как рождаемость достаточно высокая, получить место в бесплатном садике до трех лет, это нереально, потому что у нас нет никаких льгот. так как я рано вышла на работу, мне нужно было с кем-то оставлять ребенка, так как, в принципе, это не с кем делать. Мы отдали в частный садик. Как вы считаете, вот эта мера, которую сейчас предлагает правительство, да, выплаты 5000 рублей женщинам, которые родят второго ребенка после 31 августа 2017 года, с полутора до трех лет, она будет стимулировать мам, все-таки, и пап решаться на то, что второго ребенка завести? Ну, мое мнение, это, конечно же, позитивное решение, но вот конкретно 5000 сумма, если вот говорить, что я буду рожать ради 5000, конечно, нет, потому что сумма, в принципе, небольшая, но если, как дополнительный доход, это, конечно, мера очень хорошая, это здорово. А что будет? Потому что, безусловно, и на фрукты, и на памперсы, на что угодно, эта сумма будет не лишняя. То есть это может побудить маму задуматься хотя бы для начала о том, чтобы все-таки решиться на такой шаг. Ну, вот эта сумма должна вас поддержать. Я думаю, что да. Должна вас поддержать в смысле, как нам объяснял Владимир Шабардин, уполномоченный по правам ребенка, когда вы вынуждены отдавать ребенка в частный садик? Безусловно, эта сумма все равно поможет, потому что и лекарства, и одежда очень стоят достаточно дорого. Оля, а когда вы решались второго ребенка родить, вы о чем думали? Какие у вас были стимулы к этому? Во-первых, я детей своих очень люблю и хотела, чтобы у них была небольшая разница в возрасте. И так как я работаю, вышла работа именно я, потому что достаточно доход у нас высокий для города Кирова, я не рассчитываю... Алло. Что-то со связью у нас вновь. Ольга пропала. Но мы поняли, что никакие... Я так понимаю, что там не были специальные меры, раз они не рассматривались, а просто Оля планировала, как ее семья будет расти. Но при этом она считает, что такие меры все-таки какую-то уверенность могут дать. Пусть будет. Это хорошо, это неплохо. Это хорошо. По поводу детских садов вот как раз Владимир Шабардин совсем недавно высказывался. Я вспомнил, что не так давно в нашем эфире он говорил про детские сады. И вот у нас городские власти, особенно в прошлые годы, особенно Владимир Васильевич Быков, когда был главой города, приводил в положительное какое-то действие своей политики то, что... Пример, да. Да, то, что проблема детских садов в Кирове была решена. А Владимир Валерьевич заявил, что не решена и с детскими садами и сейчас мы услышали. И тогда он приводил в пример одну из мам, которые дали место в селе Русское. Она живет где-то на Зональном. Ну, что говорить у нас коллега Володя. Вот, да, сметанец первым ребенком за 3-9 земель тоже ездил со своим ребенком, да, наездился. Насколько я помню, Андрей постоянно отказывался туда перемещаться в другой микрорайон. Ну, кстати, здесь совсем недавно в эфире программы «Урбан» были застройщики. Ты помнишь, «Метр» и «Метроград». Да, господин Крутихин, господин Захаров. Там два садика должно было быть. Люди уже заселяются. И садиков сколько? Ноль. И причем и частных нет, и государственных нет. И это только детские сады, если вспомнить поликлинику и чистые пруды. Так что это продолжение. Ну что, нам необходимо прерваться буквально на две минуты, и после мы продолжим обсуждать инициативу правительства о том, чтобы давать родителям вторых детей, получается, от полутора до трех лет, ежемесячную выплату в пять тысяч рублей. Программа предназначена для аудитории от 16 лет. Правительство области пообещало родителям детей до трех лет ежемесячную выплату в пять тысяч рублей. Обсуждаем мы сейчас с нашими экспертами. И у нас на линии наш коллега, практический психолог Надежда Бушмилева. Надежда, добрый день. Добрый день, Света. Алло, очень хорошо слышно. Надь, я хотела вот о чем спросить. Когда приходит ли, во-первых, к вам на консультацию женщины с проблемой «хочу или не хочу, могу или не могу родить второго, третьего ребенка», и когда они сомневаются в этом, о каких именно сомнениях они говорят? Да, конечно, на консультации такие женщины приходят. И чаще всего, когда обсуждается вопрос «решится ли мне на второго или третьего ребенка?» озвучиваются следующие моменты. Насколько я готова принять на себя ответственность за появление нового члена семьи? Насколько эту ответственность разделяет мой муж? Потому что это ведь не только решение одной женщины, но и решение ее мужа. и потом уже только обсуждаются материальные моменты по поводу того, что вот сможем ли мы его прокормить, как мы сможем его проучить этого ребенка и все остальное. Поэтому тут прежде всего, наверное, не материальные моменты, а моменты принятия ответственности за решение на себя. Нам бы хотелось конкретно принять ответственность, о чем она думает в этот момент? В чем она сомневается? Дело в том, что очень важно женщине осознать, очень сложно так говорить, потому что там эхо какое-то у вас, очень важно женщине осознать, что она, взяв ответственность за этого ребенка, сможет рассчитывать не только на свои собственные силы, но и на силы людей, которые рядом с ней будут находиться. Ну и, конечно же, вот эта поддержка материальная, если она оказывается еще и государством, может быть, и является каким-то плюсом, но прежде всего это люди, которые тебя будут окружать, это родственники, это муж, ну, может быть, иногда выросшие, взрослые уже дети. Ну, то есть, получается, здесь верны слова Владимира Валерьевича Шабардина, что это не будет определяющим моментом? Нет, я тоже думаю, что это не будет определяющим моментом. Ну, а что тогда вы можете посоветовать, не знаю, каким образом тогда может правительство выстроить свою работу, чтобы рождаемость повысилась? Какие меры действуют с точки зрения психолога? Вот, знаете, честно, это, наверное, вопрос не по адресу, потому что все, что связано с правительством, это правительство, а все связано с психологией, это кому. Психолога отметаем, сейчас к Надежде Бушмиле обращаемся к маме, между прочим, тоже не одного ребенка, да? Что мам стимулирует рождать второго ребенка в этом городе, в этом регионе? Для меня вот было очень важно, что я рожаю второго ребенка и реализуюсь именно как мама полноценно, потому что говорят, что если у вас есть один только ребенок, это еще не ребенок. Да, потому что абсолютно разные ощущения от того, когда у тебя два ребенка, это уже ты продолжаешь расти, развиваться и открываешь То есть женщины уже готовы, да? Правильно я понимаю, Надежда? Да. Женщины готовы рожать и второго, и третьего ребенка, но должно что быть? Что должно быть? Ведь получается, что вы работаете раз, у вас есть муж, у вас есть дом и уверенность в будущем. Так? Да, это действительно так. Вот. Вот, мне было важно, чтобы я, например, родив второго ребенка, еще и реализовалась как специалист, поэтому я все равно, конечно, вышла на работу намного раньше, да, и если у меня были средства отдать ребенка в частный детский салик, я, конечно же, воспользовалась этим. Понятно, спасибо. А вот если у женщин нет, да, то она, получается, очень сильно зависит от тех людей, которые, там, бабушки, дедушки, мужья, которым можно этого ребенка отдать, или, там, няне, если у вас есть такая возможность. То есть все-таки вот эти 5, за вычетом 13%, 4,350 денег, в общем, неплохо. Это, конечно, неплохо. В любом случае, если мы поддерживаем семьи, это хорошо, но это не является основным таким запусковым механизмом, что я теперь вот из-за того, что мне платят 5 тысяч, я буду рожать второго ребенка. Все понятно, спасибо. Спасибо. Надежда Бушмилева, практический психолог, наша коллега, была с нами на связи. Ну, вот эта вот история, ты знаешь, сразу вспоминается, как приходили к нам два священнослужителя в программу «Союз нерушимый». Ты помнишь, нас приходил представитель мусульмальской веры, и православной веры. И говорили мы тогда об абортах. Вернее, не мы говорили, а Володю Сметанину, Азиз Сагаев, ведущий программы, говорили об этом. И говорили с разной точки зрения. Кто-то там говорил, что это же ужасно, страшно, грех, убийство и прочее, прочее, прочее. Но вот из моего опыта мы сейчас попробуем связаться с Гюзель Перешейной, которая работает в клиническом перинатальном центре нашем областном. Я тоже очень часто и в программе «Слушайте доктора», общаясь за ее пределами со специалистами, когда женщина встает перед выбором, даже в момент, когда она уже беременна, и вдруг она начинает сомневаться, и у нее есть там выбор, она думает, что ей делать, оставить ее, рожать, не рожать. Основная проблема, с которой сталкивается, основная жалоба женщины, неуверенность, почему ее возникает, это именно поддержка в семье и поддержка окружающих. Вот даже не денежный вопрос, а любят меня или нет, скажут мне хорошее слово или нет, вот в тот момент психологически вот так вот, а дальше уже она думает, что будет через полтора года, через три года и так далее. В основном стоит вот сейчас такой вопрос. Да, у нас есть на связи, я понимаю так, Гюзали Смаиловна Перешейна. Гюзали, добрый день. Добрый день, уважаемые слушатели, уважаемые ведущие. Мы к вам как со специалистом непосредственно на месте работающим с рожающими женщинами обращаемся. Ну, вот есть такая идея, которая сейчас отрабатывается в правительстве, да, пообещать женщинам пять тысяч рублей, в случае, если они родят второго ребенка после 31 августа нынешнего года, как поддержку, как меру, которая им скажет, ты не волнуйся, когда будет ребенку полтора года, у тебя будет вот эти 4 350 рублей, чтобы ты его отдала, если не хватит места в садик, там, в какой-то другой садик, в частный, и все будет хорошо. Вот женщины, которые проходят через ваши руки, разные совершенно, рожают детей первого, думают ли о втором там, да, они прежде всего о чем говорят, вот эти женщины? У них какие проблемы есть? Ну, понимаете, не одна материальная, такая стимулирующая характера материальная такая будет поддержка женщины, она не будет стимулировать рождаемость. Это во-первых. Вот. Если люди, семьи видят поддержку от государства на местном уровне и с этим сталкиваются, вся социальная инфраструктура должна быть на очень высоком уровне, тогда женщина пойдет на рождение второго и третьего. Но мы видим сейчас все наоборот, не все у нас выполняется, не все у нас соблюдается, в яхт невозможно попасть. Женщины, которые не работающие, живущие на селе, они видят, конечно, вот эту материальную поддержку, и они идут и второго, и третьего, и четвертого, и пятого рождают. Но что мы имеем? Мы можем увидеть, что у них в анамнезе уже есть лишение родительских трафф. Это тоже не очень хорошая сторона медали, да? Поэтому надо продумать все варианты, и было бы интересно на федеральном уровне рассмотреть 81-й закон, который бы увеличил процент, находясь, когда женщина находится в отпуске по уходу за ребенком, не 40 процентов, как сейчас, от среднего взрослого, заработка, а хотя бы увеличить до 80, когда она восхитывает второго ребенка. Это раз. Возможно, это увеличение суммы, например, вот не до полутора лет выплачивать, а до трех лет, когда мама не может в ясли устроить ребенка. Вот я думаю, вот эти бы меры на федеральном уровне привели бы немножко на нашем региональном уровне может и лучше было, может и простимулировало рождаемых, но у нас сейчас демографическая яма будет. Те девушки, которые родились в 90-х годах, в конце, в середине, они, по идее, должны бы родить от первого ребенка, но посмотрите, они сейчас все учатся, они получают образование, соответственно, после учебы они захотят реализовать себя на работе, они будут искать работу, то родоустрация, возможно, они устроятся даже неофициально, а когда ты устроен неофициально, на тебя не распространяются социальные какие-то, как сейчас модно говорят, социальные пакеты, социальная поддержка, поэтому когда не идет отчисление фонд социального страхования на случай материнства и нетрудоспособности, то очень было, хорошо было, надо, если стимулировать, так это надо на федеральном, на Кировском у нас мне кажется это нереально будет, на нашем уровне, надо изначально идти от 81-го федерального суткова. Спасибо, спасибо, Юзаль Перешейна, специалист по социальной работе Кировского областного клинического перинатального центра, я могу только добавить, что 2 мая премьер Дмитрий Медведев поручил Минтруду, Минздраву и Минфину России, Минэкономразвития России представить правительство РФ предложение по вопросу совершенствования государственной демографической политики, Минфину и Миноборнауке России предстоит проработать вопрос о выделении дополнительных 10,2 миллиардов рублей на детские сады, вот про ту инфраструктуру, про которую все мамочки говорили, речь идет, да, социальная инфраструктура, это именно речь идет о строительстве новых детских садов, которая, да, обеспечит нас детскими садами, а Минздраву и Минфину Медведев поручил проработать возможность выделения 3 миллиардов рублей на дооснащение современных медицинской обороны нового корпуса НИИ детской онкологии и гематологии России, ну то есть, чтобы обслуживание тоже какое-то правильное было, ну вот, то есть, это такой федеральный все-таки тоже тренд идет. Ну да, а что касается вот этого предложения, здесь все спикеры заявили, что лишним не будет такая мера поддержки, это понятно, здесь, скорее всего, возникает одно из главных опасений и сомнений, что, как это часто уже бывает, как ты сказала, у нас есть мера соцподдержки, потом ее отменяют, и понятно, что сейчас определенное время предвыборное, и может быть, это все не просто так. Кроме того, да, кстати говоря, но кроме того, мы сейчас ждем все-таки расчетов, дано поручение соответствующему департаменту, да, чтобы рассчитали, а собственно говоря, сколько нам требуется детей, извините. Минфин сейчас занимается. Может быть, дешевле все-таки садики построить, чем доплачивать. Хорошо, спасибо, это была программа Дневной разворот Александра Сохина. Светлана Заньком, всего доброго, до свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин